Следующий аят в словах Всевышнего Аллаха, где он говорит «Инфиро хитасову васяхаля» «Выходите в бой или выходите в военный поход на легче или на тяжелее». Имеется в виду, легко вам будет это или тяжело вам будет это. И сура Ат-Тоба, 41 аят. Сура Ат-Тоба, 41 аят. Сыля, некоторые сказали, что этот аят аннулирован тем словами Всевышнего «Лейса аля бду'афа и уаля аля лмарба». «Нет греха на слабых, а также на больных». Если они не выйдут в военный поход. То есть в первом аяте что сказано? «Выходите, легко вам будет или тяжело». Выходите в военный поход. В другом аяте, в Суре Ат-Тоба, 91 аят. Всевышний говорит «Лейса аля бду'афа и уаля аля лмарба». На больных, а также, точнее на слабых. То есть слабые кто у нас? Старики и тому же, женщины и тому подобное. «Уаля аля аля лмарба», а также на больных. То есть нет греха на них, если они не выйдут в военный поход. А некоторые сказали «Этот аят аннулирован другим аятами». Сур Ат-Нур, 61 аят, где Всевышний говорит «Лейса аля ла ама харач, уаля аля ла аля ла араджи харач». То есть нет греха на слепом, если он не выйдет в военный поход. А также нет греха на хромом, если он не выйдет в военный поход. То есть тот, которого болит нога, допустим, так, и он хромает, не может сложным образом передвигаться. Или слепой не видит туда, куда он идет. Тому, говорит, нет греха, если он не выйдет в военный поход. Некоторые же сказали, что этот аят аннулирован словами Всевышнего. Исура Ат-Тоба, 122. Исура Ат-Тоба, 122, где Всевышний говорит «Ламай кана Минуна, леанферу каства». «Не предстало верующим выходить в военный поход всем вместе». То есть Всевышний говорит «Не нужно верующим выходить в военный поход всем вместе». Понятно или нет? Понятно. Валькаулю биннас – первое мнение относительно этого аята, то, что этот аят аннулирован. И он принадлежит, то есть пришло это мнение от Ибн Аббаса, а также от судьи, от Мухаммада ибн Кааба, от Куравы и Агайриим, а также от других. Амма Атар ибн Аббас, что касается ацары от Ибн Аббаса, по охране Абу Аббе Чеминасик Ольманцук, кто его привел Абу Аббе в своей книге. А также ибн Абехатим, с оснадом от Ибн Журейджа, от Усмана ибн Ата Таи. С оснадом от Ибн Журейджа, а также от Русмана ибн Ата Аль-Хурасани, от Ата Аль-Хурасани, от Ибн Аббаса и истории. Это Иснацт достоверный или нет? Это Иснацт слабый, так или нет? В нем Русман ибн Ата очень слабый, да, а также Ибн Журейдж Мудолес. И ничего не слышал от Ата Аль-Хурасани. Так или нет? А там Ата Аль-Хурасани ничего не слышал от Ибн Аббаса. То есть целых три проблемы в Иснате. Иснат является очень слабым. Очень слабым. Сказал Ибн Аль-Джоузи, Ба'дан-Закр Асар Ибн Аббаса в суде, Пусть то, как упомянул Асар Ибн Аббаса также в суде, Уа'дам анну мата хумилет хазил ай аля махамална алейха латика бляха лам ютаваджих аннасх. Знай, что если этот аят вы поймете так, как поняли его мы, То не придется говорить о том, что он аннулирован. То есть Ибн Аль-Джоузи что читает? Что аят не аннулирован. Так или нет? Опровергая первое мнение. Первое мнение от кого-либо из подвижников установлено или нет? Получается, что нет. Так или нет? Единственное, от кого из подвижников пришло от Ибн Аббаса, Какими снадом? С очень слабым, недостоверным, неустановленным. Культу говорит Шерас Мухаммад Гизам, Говорит, здесь Ибн Аль-Джоузи имеет в виду аят, Где Всевышний говорит из сура Тауба, 39 аят. Если вы не выйдете в военный поход, То Всевышний накажет вас мучительным наказанием. Говорит, что Ибн Аль-Джоузи Неправильным является мнение о том, что этот аят аннулирован. То есть какой аят? Вот этот аят 41 и сура Тауба. Потому что нет противоречий между двумя аятами. То есть между аятом 41 и теми аятами, которые мы зачитывали. Помните или нет? То, что нет греха на слабом, на больном, на слепом, на хромом и тому подобное. Говорит, Но, говорит, постановление каждого аята касается отдельных ситуаций. Отдельных ситуаций. То есть в каком-то случае обязательно выходить всем. А в каком-то случае нет греха на таком, на таком и тому подобное. Говорит Хаин Кульна, Если мы скажем То, что слова Всевышнего Аллаха, Если вы не выйдете в военный поход вместе, То Всевышний накажет вас мучительным наказанием. Если мы скажем, Что под этими словами имеется ввиду выход на Табук, А на Табук было приказано выйти кому? Всем. Так или нет? Было приказано выйти абсолютно всем, Кроме некоторых личностей, Которым посланник Аллаху а.с. Сам приказал остаться в Медине. То есть для того, чтобы присматривать за Мединой и тому подобное. Говорит, Потому что конкретно относительно битвы при Табуке Всем мусульманам или всем людям Было обязательно выходить вместе с посланником Аллаху а.с. И не разрешалось никому оставаться. И поэтому Всевышний, А также посланник Аллаху а.с. Сильно порисали тех, которые остались и не вышли в поход. А также произошла история о тех троих, которые остались. Помните или нет? Говорит, что Если же мы скажем Если же мы скажем Что приказано было выходить Одному арабскому племени, Которое было известно, И оно узнало, что именно ему надо выходить. Как мы об этом упомянули в Табуке От Ибн Аббаса. Потому что Ибн Аббас сказал Посланник Аллаха Приказал выйти в военный поход Одному из племен арабов Им этот приказ оказался тяжелым То есть они не вышли в поход Имеется ввиду Все остальные вышли, А они не вышли Сейчас Ибн Аббаса Что приводит? Говорит два мнения Относительно этого аята Касалось ли это всех людей? Имеется ввиду При битве при Табуке Или же это касалось Всех людей, но в другой битве И аяты о том, что Если вы не выйдете, то Вас спаси, мучительное наказание И так далее, и так далее Касалось именно этого племени Из арабов, Которое одно единственное Не вышло со всеми Все вышли, а они не вышли Понятно или нет? Говорит Луамца Каангумульматар После того, как они не вышли В военный поход Всевышний Аллах Удержал от них дождь То есть у них началось что? Сильная засуха Так или нет? Факана азабагум Факана азабагум И это стало их наказанием Потому что им было Обязательно выйти в военный поход В то время, как их призвали Сказал ибн ал-араби То есть аль-малики Ибн ал-араби То есть когда мы здесь Приводим ибн ал-араби Имеется ввиду Ибн ал-араби Ибн ал-малики Не тот, который Зиндик, который кафир Ибн ал-араби Тот кафир Ибн ал-араби Тот кафир Другой, который не маленький Более того Некоторые саллифы сказали Тот, который не скажет Что ибн ал-араби Ибн ал-араби Вот этот вот Кто не скажет Что он кафир Тот сам кафир Так как он считал Что фараон Не кафир То ибн ал-араби Считал, что фараон Не кафир И был прав Когда сказал Я ваш высокий господь Почему? Потому что Ибн ал-араби Был на акиде Какой? То, что все Что есть на этой земле Это и есть Аллах Поэтому когда фараон Сказал Я ваш господь То есть это Как будто бы он сказал Он сказал правильные слова По мнению кого? Ибн ал-араби Потому что Фараон Есть господь И все Что есть на этой земле Есть Аллах Это Акида Ибн ал-араби Поэтому он считал Что фараон Не кафир И при этом Порисал Мусу Али-салям Ибн ал-араби Диал-тан То есть Порисал Кого? Мусу Али-салям А здесь Имеется в виду Другой Ибн ал-араби Аль-малики Говорит Правильное мнение Что этот аят То есть Суры Тоба 41 Не аннулирован Бывают Такие ситуации Когда необходимо Выходить в военный поход Всем людям Когда это Становится Обязанностью Каждого человека Так или нет То есть Например Когда Какой-то враг Полностью Охватывает Какую-то территорию Мусульман И побеждает Там Или же Входит В дома То есть Имеется в виду Что уже Входит Внутрь поселений В этом случае Все обязаны Выходить на джигад Обязаны Туда выходить Если же Они проявят Неполноценность Выполнение Этого приказа И не выйдут Все Асау Тогда Они станут Всем Грешниками Так То есть Возьмут на себя Грех Правильное мнение То что этот аят Не является Отмененным То есть Как они Собрали Между этими Аятами То что Эти аяты Друг другу Не противоречат Почему Потому что Одни аяты Касаются Одних ситуаций А другие аяты Касаются Других То есть Если например Джигад Талиб Джигад Требования Так Когда Мусульманское войско Наоборот Идет к врагу Само идет к врагу Без того Чтобы враг На него напал Здесь не является Обязательно Выходить всем Поэтому нет Греха на больных Нет греха на Хромых Или слепых И тому подобное Ясно или нет А говорит Что те аяты Где сказано Если вы не выйдете Все То у вас Постигнут Вучительные наказания И так далее Это касается Таких ситуаций Когда враг Нападает на мусульман И одолевает Какую-то территорию Тогда остальные Мусульмане Обязаны помочь И не имеют права Оставлять Мусульмана Эта территория Без поддержки Говорит Поэтому между Этим аятами Нет противоречия Ясно или нет Говорит И сказал Аль-Рази Кто-то может Сказать Сошлись ученые Во мнении о том Что этот аят Был не способен Относительно Похода на табук И так же Сошлись на мнениях О том Что пророк Оставил в медине Женщин А также Несторых мужчин А также Несторых мужчин И все это указывает То что Обязательность Не касалось Абсолютно всех Но это было Что фарт кифая То есть Коллективные обязанности Если часть делает То от остальных Падает грех Поэтому говорит Тот кому пророк Приказал выходить Стал ему обязательно Выходить Тяжело ему или легко А кому он приказал Оставаться в медине То обязательным У вас Стало что Оставаться Так или нет И не имел он Права выходить Вместе со всеми То есть Арази приводит Другой торфир И другое понимание Этого аята Он говорит что Этот аят Выходите все Все имеют ввиду Кто Кому пророк Приказал Все выходите А кого пророк Сам оставил И приказал ему Остаться Те не имеют Права выходить Поэтому тем более Между аятами Нет противоречий Ясно или нет Дальше Говорит И тем кому Пророк Сам приказал Выходить Они были обязаны Выходить Тяжело им было Или легко То есть В любой ситуации Они обязаны Были выходить Говорит И основываясь На этом понимании Поэтому нет Никакой нужды Говорить о том Что этот аят Аннулирован И пришло Сообщение Которое указывает Хоть и кофренно Так Что этот аят Не аннулирован Сказал Носа Ния Табакат Рассказал нам Астан Ибнумуслим Которому Рассказал Хамад Ибнуму Саляма Сказал Рассказал нам Сабет От Али Ибнуму Зайда От Анаса Ибнумалека То что Абуталха Прочитал этот аят Али Али Ибнумзейд Не Али Ибнумзейд Ибнум Джудан Это Другой Али Ибнумзейд Понятно Это Не тот Который Али Так вот, Абу Тальха прочитал аят «Инфиру хитафау ватикааля» «Выходите, легко вам будет или тяжело» Факаль и сказал «Ара, Рабби, я станфиру на шуйохан ва шабаба» «Я считаю, что к этой битве Всевышний Аллах призывает нас всех, как стариков, так и молодых» А это было уже задолго, то есть уже долго после смерти пророка с Аллахом Абу Тальха тогда уже был стариком, старым человеком И он говорит, когда прочитал этот аят «Я вижу, что Всевышний призывает нас всех, как стариков, так и молодых» То есть «Приготовь меня к военному походу, сынок» То есть сказал своим детям Еще раз сказал «Приготовьте меня» Тогда дети его сказали «Ты участвовал во множестве походов вместе с посланником Аллаха» А также с Абу Бакрим и Омаром «А сейчас мы вместо тебя пойдем воевать» «То есть все, ты уже старый, оставайся дома» «Он сказал «Нет, приготовьте меня к бою» «Паракибаль-Бахар» И сел на пароход, не на пароход, а как называется На корабль, так, или на лодку Не на лодку, как это? На судно, так, на судно И говорит, что этот военный поход был на суднах, на кораблях, так? Не на суше Говорит, Фаната И Абу Тальха Умер во время этого путешествия Так И он лежал, то есть на судне умерший И его не бросали в море То есть какое постановление Если человек умер на корабле И люди находятся в море Что делать, кто скажет? Кинуть его в море, да? Есть другие мнения? Если далеко Кинуть в море, привязать что-нибудь тяжелое, чтобы не всплыл Еще мнение есть? Да Правильное мнение в этом вопросе То, что если есть надежда о том, что земля близко Или есть надежда о том, что тело не начнет портиться так, пока они доедут до земли Тогда необходимо что? Оставить его на судне И дождаться, пока доедут до земли И похоронить его в земле Как делают с обычными людьми Если же они предполагают, что суши не будет долго так И они не прибудут в суши, кроме как через неделю, через две и так далее Тогда необходимо привязать к этому человеку что-то тяжелое И скинуть его в море Для того, чтобы он не всплыл И не покушались на его тело птицы и тому подобные животные Ясно или нет? И есть еще одно мнение в этом вопросе То, что нужно его Что сделать? Поставить между двух досок Между двух досок и отправить в море Чтобы он приплыл когда-нибудь к земле То есть доска не тонет, так или нет? Доска не тонет Чтобы он когда-нибудь сам приплыл к земле Но это мнение неправильное Почему? Потому что во время того, как он будет плыть На него могут покушаться на его тело сто птиц Так или нет? Более того, он может приплыть к берегу без одежды Если птица что снимут с него одежду и тому подобное Может приплыть к каферам, к неверующим И они могут что сделать? Поиздеваться над его телом и что-нибудь подобное Поэтому необходимо сбросить его в море в этом случае А что касается Абу Тальха То люди видели то, что его тело не портится И он целую неделю лежал на судне И они его не сбрасывали в море Так? Пытались, хотели дождаться, чтобы доехали до земли Говорит И не нашли они землю кроме как через 7 дней Садапану Гуфига И после этого похоронили его в земле И его тело не изменилось За 7 дней его тело не изменилось И это из чудес, так или нет? То есть обычное тело человека Тем более на судне под палящим солнцем За 7 дней Не только за 7 дней А что за пару дней начинает портиться Гады иснану саге аля шар муслым Это иснан этого сообщения достоверный Соответствует условиям имама муслыма Значит, итог относительно этого аята какой? То, что этот аят не аннулирован И этот аят остается в силе И каждый аят понимается в соответствии своей ситуации Ясно или нет? О каком аяте говорили? Об аяте из Суры Тоба Номер 41 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok